8 января провинция Дамаск В провинции Дамаск в городе Адра-Умалия продолжается выполнение мероприятий контртеррористической операции по его освобождению от банд террористов. Из города под прикрытием армии удалось вывести еще одну многочисленную группу жителей. Солдаты и офицеры сирийской армии буквально своими телами закрывали мирных жителей от снайперского огня бандитов. Уже на позициях армейских подразделений изможденным людям была оказана первая помощь. Нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены в лечебные учреждения. Предоставлен транспорт и организована эвакуация в центре размещения беженцев. Среди спавшихся, доведенных до отчаяния людей, много женщин, детей и стариков. Мирные жители этого небольшого старинного городка со слезами на глазах рассказывали о зверствах исламистов, о потерях близких и родственников, о том, что террористы забрали все продукты питания в домах, и как люди прятались в сырых подвалах, боясь развести огонь, чтобы не привлекать внимания бандитов. В организованных центрах приюта созданы все условия для временного размещения беженцев. Организовано медицинское обеспечение и поступление гуманитарной помощи со стороны государственных и общественных организаций Сирии. Хама Не прекращаются ракетные и минометные обстрелы городов и населенных пунктов Сирии. В провинции Хама, в районе Аль-Рабия, в результате очередного обстрела террористами, есть погибшие и ранены среди мирных жителей. Погибла молодая женщина, Махдия Иса, и двое ее детей, шести и четырех лет. Шесть человек получили ранения, в том числе и тяжелые. Идлиб В городе Идлиб, также в результате минометного обстрела террористами жилых кварталов, пострадало много мирных жителей. Количество пострадавших уточняется. К счастью, погибших не было. Несколько человек получили серьезные ранения и находятся в лечебных учреждениях в тяжелом состоянии. Хомс В восточных районах провинции Хомс продолжается войсковая операция по освобождению от бан террористов в деревне Аль-Султания. Несмотря на угребленные позиции, большое количество минно-взрывных устройств и отчаянное сопротивление террористов, армейские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи. Взрыв В настоящее время освобождена большая часть деревни. Следует отметить, что Аль-Султания – это достаточно большая деревня, и в ней находилась крупная группировка бандитов, которые грабили и терроризировали все местное население, а также жителей соседних населенных пунктов. В группировке находится большое количество иностранных наемников, прошедших подготовку в специальных лагерях под руководством военных специалистов. В провинции Хомс, в районе Таль-Каляхт, банды фронта Аль-Нусры предприняли очередную неудачную попытку захвата деревни Аль-Кумейра. Террористы понесли большие потери. Жители деревни благодарят своих защитников. На востоке провинции Хомс бандиты продолжают ракетные и минометные обстрелы деревни Аль-Мушерфы. Обстрелы ведутся со стороны деревень Тальбиси и Азальдин. В результате этих обстрелов среди мирного населения есть убитые и раненые. Армия пока не может подавить огневые позиции террористов, так как в этих населенных пунктах находятся мирные люди, которых бандиты удерживают для своего прикрытия. Но, несмотря на это, все жители деревни заявляют, что будут защищать родную землю и не оставят своих домов. Они верят руководству страны в победу сирийской армии и не боятся террористов, откуда бы те не приехали в Сирию, чтобы убивать. Аль-Мушерфы продолжают жить обычной жизнью. Работают школа, больница, мастерские, пекарня, государственные и административные учреждения. Агентство Анна-Ньюс. Марат Мусин, Игорь Надыршин, Андрей Филатов, Григорий Нестеров, Виктор Кузнецов. Сирия. Продолжение следует. Продолжение следует.